Отшумели выборы в Верховную Раду Украины. И без опаски смотреть на турнирную таблицу результатов просто невозможно. Не буду в этом видео кидать камни в условного победителя. Почему условного? Потому что он набрал не 43%, как всем говорят, а чисто арифметически 21% голосов от всех избирателей из-за явки на этих выборах. На избирательные участки пришли менее половины граждан, имеющих право голосовать. 21%. Вот такое вот реальное большинство, в кавычках, получила партия «Слуга народа». Партия случайных людей без высшего образования, которым не поможет даже трусковец. Но Украина, безусловно, позеленела. Объективно, большое число граждан, ну или товарищей, поддерживают партию Зеленского. И теперь у нас будут свои большевики и свой Ленин, Бенин. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вспоминаем историю. И я предвкушаю, что эти ребята вскоре дадут нам всем 100-500 поводов для того, чтобы поводить по их мордам ссаными тряпками. Но я сегодня не об этом. Уважаемые друзья! Мне кажется, что многие активные люди, считающие себя патриотами Украины все последние пять лет, жили в иллюзии, что Украина важна большинству наших граждан. А может, просто не было времени глазеть по сторонам и вглядываться в равнодушные лица обывателей, бегущих с работы смотреть сватов или слугу народа. Клянусь. Казалось, что вся Украина сплотилась перед лицом опасности. И все все понимают правильно, кто враг, кто друг и что нужно помогать армии. Появилось волонтерское движение, и было чувство, что эта вся Украина поднялась и встала плечом к плечу для отпора агрессору. Но получается, что лучшие люди Украины тратили свои силы, средства, время, здоровье и, самое главное, свои жизни для того, чтобы этот кусок навоза, обыватель, мирно сидел на диване и таращился в ящик, скалясь над тупыми шутками будущего президента. А потом наплевал на все, что тебе дорого, и проголосовал на выборах не только против Украины, как в случае со слугой народа, но еще и за откровенных, открытых и конченых чертей Медведчука и Шария. И если с Медведчуком все более-менее понятно, то вот вам небольшая нарезка из Шария, которого многие наши молодые сограждане считают просто прикольным, безобидным, забавным троллем. Наслаждайтесь. Вот Шарий рекламирует пропагандистский фильм Оливера Стоуна, снятый на деньги Медведчука по заказу Путина. Непревзойденный Оливер Стоун снял тот фильм, о котором так много говорилось и который так много людей ждали. Я не уверен, что он будет номинирован на Оскар. Почему? Сами поймете из трейлера. Создавалось такое впечатление, что в посольстве Соединенных Штатов существует штаб, который управляет этим процессом. Для этого нужен внешний враг. При всех опасениях Ирана на это не очень тянет. Здравствуйте, Анатолий, это Оливер Стоун. Вот по просьбе Медведчука Оливер Стоун говорит слова поддержки Анатолию Шарию. Замечательно. И, как говорят на Донбассе, совсем не палевно. А вот здесь, в интервью Russia Today, Шарию транслирует те же самые нарративы, которые озвучивает Оливер Стоун в своих пропагандистских поделках. По тому, что какие люди начали приезжать на Майдан и выступать там, говорить, я вас поддерживаю, я за вас там подпишусь. Можно было понять, к чему это приведет. Эти люди давным-давно находятся в политике. Когда эти люди начали посещать Майдан регулярно, очень регулярно, и когда украинская власть абсолютно беззубая в отношении того, что надо было делать, тот же Янукович, когда надо было просто закрыть въезд этим людям. Не лезьте во внутренние дела нашей страны. Мы попытаемся криво, кособоко, но мы попытаемся это решить сами. Не вмешивайтесь. Этого никто не сделал. И когда эти люди начали приезжать, я понимал, что скоро что-то. Мое отношение к тому, что происходило на этом Майдане, изменилось настолько радикально, что просто я его не был почитателем, скажем так. Поэтому эту революцию, якобы революцию достоинства, которая привела к тому, что люди теперь в том же Чернигове, там, стоят за гречкой на выборах, падают в обморок, там, чуть не умерли в очередях. Это не революция достоинства, это переворот. Здесь Шарий дает интервью интернет-ресурсу «Антимайдан». Есть версии, почему-то легко зомбируются майдановцы и остальная тра-та-та. Конечно, есть. Я знаю, это та же самая нацистская Германия. Это факт. Я вижу одни и те же прихваты. Но, то есть, ты видишь, что на самом деле, что вокруг тебя сгущается ужас. Что все вокруг, да, ходят и кричат «ходите». Тут про фильтрационные лагеря пятый раз спрашивают. Я не знаю, я не хотел тебе задавать этот вопрос, но... Да, меня тоже спрашивали сегодня. Оттуда уезжают беженцы, и среди беженцев могут находиться, как бы, там, террористы, сепаратисты. Вот, их поэтому их надо проверять. По сути, это концентрационные лагеря. Ну, конечно же, не лагеря смерти, это ничего подобного. Но, на самом деле, будем называть вещи своими именами. Да, это концентрационные лагеря, в которых будут отсеивать те, кто мог иметь отношение к сепаратизму. Здесь Шарий просто стебется над украинцами. Я войду в ЕС. Ты особенный, знаешь ли ты, что ты особенный украинец? Есть много стран, которые хотят войти в ЕС, но их не примут, примут именно тебя, украинец. Возьми в руки флаг. Возьми в руки большой флаг Украины. Начинай петь. Просто петь. Слава Украине, кричи. Кричи, слава Украине, завтра выйди на улицу и пойди вместе со счастливыми людьми. Ну, и вишенка на тортик. Ненавижу это государство. Меня тошнит от этого государства. И Украина не виновата. Не это блядское государство, понятно? Не это вонючее, блядское государство, которое они построили на месте моей прекрасной страны. А по поводу моего отношения к России, ну, Россия это однозначно великая страна. Ну, а почему я должен это отрицать? Вот это вот первый раз, когда я говорю такие слова вообще по поводу России. Понятно, что, опять-таки, что это может многим не понравиться, но таково мое мнение. При этом я считаю, что это внутренний конфликт Украины. Это гражданская война, да? Я называю гражданской войной. Я считаю, что украинцы должны с этим разбираться. Как я могу это поддержать? Нет, я не поддерживаю. Это мое мнение. Нет, я не поддерживаю то, что произошло на Майдане. Однозначно нет. Поэтому, в общем, вот так. К России нормальное отношение. Абсолютно. И, ну, почему должно быть плохое? Посмотрели? Напоминаю еще раз. Более двух миллионов украинцев, которых можно назвать украинцами разве что в кавычках, отдали свои голоса партиям Шария и Медведчука. Вот и живите теперь с этим.